Не первый год после пожара. Пожилые супруги живут в бытовке. Теперь им требуется помощь. На что потратить миллионы? Ярославские парламентарии приступили к рассмотрению бюджета 2022. И как минимум 12. Столько высоток может появиться в микрорайоне Сокол в ближайшие годы. В Ярославле половина десятого. В студии Илья Барабанов. Здравствуйте. Расскажу о главном. Это прямой эфир из Вознесенских казарм. Итак, семья престарелых погорельцев. Много лет живет в бытовке. После пожара супруги не захотели покидать насиженное место и остались в родном районе. Правда, теперь им требуется помощь. Здоровье пошатнулось. Историей их современного житья заинтересовался уполномоченный по правам человека и надзорные органы. Марина Асмарагдова побывала сегодня на месте. История этого пепелища длится уже 7 лет. Как говорят очевидцы, в 2014 году это здание пережило 8 пожаров. С тех пор только одному из погорельцев удалось добиться по суду выделения квартиры. Семья Новожиловых Сергей Михайлович и Людмила Михайловна уже 7 лет живет в бытовке. Купили за 75 тысяч. Утеплили. У стариков есть дочь с квартиры. Но, как она утверждает, переезжать родители не хотят. Причем ни к ней, ни в многоквартирный дом, ни по какому другому адресу. Супругу накануне на скорую везли в больницу. Были в администрации мы не один раз. Нам голубятню предложили. Там двухэтажные деревянные дома и туалет, и вода на улице. А зачем? Потом предложили где-то на проспекте Ленина общежитие. Сказали, такой коридор длинный, много-много комнат, туалет и кухня одна. А куда? Она не ходит, не видит сейчас мама. А папка тоже не видит почти ничего. В сгоревшем доме старики прожили полвека. Квартиру дали от детской колонии, которая располагалась в Толстском монастыре. После пожара дом признали аварийным еще в 14-м. А сроки расселения назначили до 2025 года. В городском бюджете, как я вижу из материалов прокуратуры, ни на 21-й, ни на 22-й, ни на 23-й годы не запланированы средства для расселения домов, поврежденных пожарами. Вот какая ситуация. Что делать? Я думаю, что прежде всего надо рассмотреть вопрос об изменении сроков расселения. Еще одна пострадавшая семья надеется решить свои жилищные проблемы. Мы сейчас встали на очередь, как малоимущие, и нам дали бумаги в неочередное жилье, чтобы моей семье, то есть моему супругу, свекрови, ребенку выделили жилплощадь. Сейчас люди не одиноки. Ситуация под контролем. Прокуратура Заворского района совместно с полномочным правом человека Ярославской области, с аппаратом полномочным, организована проверка на предмет проверки на соблюдение требований федерального законодательства. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление нарушенного права. А пока затерянную избушку охраняет пять верных собак, приблудных. Они свой дом уже нашли. Марина Смарагдова, Денис Кауров, Новости города. Новостройкам на Соколе «Быть» в мэрии подвели итог общественных обсуждений и планировки микрорайона. В департаменте градостроительства поясняют изменения незначительные и они поддержаны. Напомню вам, территория предусмотрена под жилые дома с начала действия генерального плана города, а в 2017 утвержден сам проект. По расчетам микрорайон будет вмещать 17 тысяч жителей. Исходя из этого числа требуется возвести две школы по 1100 учащихся, а также два детских сада. Один из них на Дядьковской. В работе в ближайшие годы на пустыре должно вырасти 12 высоток от 9 этажей. Разрешение на строительство выданы. Всего их появится 23. Противников застройки в основном волновала транспортная проблема. Из-за увеличения жителей вырастет и нагрузка на Фрунзенский проспект, а он и сейчас справляется не на отлично. Однако власти города утверждают, работа над сокращением пробок ведется. В настоящий момент совместно с Департаментом строительства Ярославской области проработана финансово-экономическая модель по строительству части Корабулинской развязки. То есть проспект Фрунзе в ближайшем времени, как мы рассчитываем, до 2030 года должен получить свой выезд на Московский проспект и в Заволжский район. Количество рейсов автобуса 44К выросло до 240, что составляет 98%. К такому показателю власти города намерены привести и остальной общественный транспорт. На первый этап изменений, который стартовал 11 ноября, определены 32 основных маршрута. На них введен двухсменный режим работы водителей, увеличено количество автобусов и вместимость. Это позволит сократить интервалы между машинами до 8 минут в часы пик и до 14 в остальное время. По словам начальника управления городского пассажирского транспорта Сергея Волканевского, основные меры, над которыми работают интенсивные расписания с минимальными интервалами привлечения дополнительных машин силами перевозчиков, либо на условиях аренды. По расчетам понадобится от 24 до 57 машин. Количество зависит от того, насколько успешно покажет себя двухсменный режим работы водителей. Окончательный вариант интервалов должны сформировать после 17 ноября. Все перевозчики мобилизовали свои силы и средства, которые есть. Действительно, у нас за последние дни улучшился выпуск подвижного состава. Именно по автобусам регулируемого тарифа он составляет сейчас 90 и выше процентов. Ну и понятно, что ряд перевозчиков будут привлекать дополнительные средства. Сегодня коммунальщики получили возможность опробовать технику в деле. Убирать первый снег на улице Ярославля вышли 14 КДМ-ок. Они обрабатывали дороги рассолом, а спуски и подъемы песко-соляной смесью. Об этом городскому телеканалу рассказали в гор Зеленхозстроя. Также задействовали 8 тракторных щеток. 110 рабочих чистили пешеходные переходы, тротуары и дорожки в парках. В ночь планируют отправить на уборку города 18 комбинированных машин и 12 щеток. Вышли у нас и новые, недавно приобретенные нами коммунальные дорожные машины. Это машина нового поколения. Она позволяет обрабатывать, одна машина обрабатывает четыре полосы. В ближайшее время задаем мы еще усиление нашего парка. Состоялась процедура. Часто заключили контракт. Скоро будет поставка новых тоже коммунальных дорожных машин. Подводим итоги уходящей недели. В Ярославле окончание ремонта дорог и подготовка к новому сезону, а также изменения в работе общественного транспорта. Вот основные темы, которые сегодня мой коллега Константин Пламс обсудил с мэром Владимиром Волковым. Владимир Михайлович, здравствуйте. На этой неделе Михаил Евраев поднимал вопрос о нацпроектах, в том числе безопасные и качественные дороги. Как в городе обстоят дела? Константин, добрый вечер. На этой неделе проходил ряд совещаний, как раз таки вопрос, который вы задали, звучал. В этом году по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в городе изначально, на начало строительного сезона, у нас стоял план выполнения ремонта и строительства новых дорог 25 километров протяженностью, показатели, которые мы должны были выполнить. Но сейчас я уже могу говорить о таких цифрах для города рекордных, которые мы достигли. В этом году мы выходим на цифры 32 километра в городе. Мы увеличили и количество объектов ремонтируемых, и, самое главное, протяженность дорог. Это для города очень важный вопрос. Дороги мы ремонтируем каждый год, но вот на такие серьезные цифры мы вышли впервые. Сейчас у нас проект весь подходит к завершению. У нас осталось три улицы, которые уже выполнены фактически полностью. Остались буквально несколько дней. До 20 ноября мы должны закончить все работы, и подрядная организация сдаст нам их. Это улица Стопани, это улица Красноборская, это улица проспекта авиаторов. Все дороги находятся в высокой степени реализации. Конечно же, необходимо до конца довести благоустройство, поэтому мы следим внимательно за выполнением. Самое главное, что в городе дороги будут выполнены в срок, и к 20 ноября, еще раз повторяю, окончательно все дороги будут сданы. Также, продолжая тему дорог, на этой неделе в Рио губернатор обозначил вопрос контрактов на ремонт дорог. В следующем году, как здесь обстоят дела? Это следующая задача, следующий этап. Для того, чтобы реализовать любой проект, нужно подготовить документацию, пройти экспертизу, разместить документацию, провести конкурсные процедуры и заключить контракты. На данный момент из 39 объектов, которые к реализации следующего года планируются, это дороги и светофорные объекты. У нас 5 серьезнейших объектов, очень крупные дороги уже находятся в экспертизе. Мы ждем заключения положительного. По всем остальным объектам у нас заключены контракты. Проектировщики проводят эту работу. Но это серьезнейшая работа, которую нужно учитывать и подходить к этому очень грамотно. Нужно учесть все примыкания, соблюсти безопасность, найти сложные решения по тем дорогам, которые есть, потому что мы ставим задачу и расширять пешеходную зону, и делать дороги более комфортные. На каждой из наших улиц идет замена сетей перед тем, как уложить асфальт. Конечно же, накладывает на себя очень серьезную задачу в проектировании этих дорог. Поэтому всем проектировщикам, организациям поставлена задача максимально быстро закончить эти работы. Мы входим также в экспертизу с последующими объектами. И уже до конца года мы должны разместить конкурсные процедуры. Для того, чтобы выйти весной уже на строительство дорог. Еще одна важная тема. Транспортная. В Рео губернатора создала рабочую группу, которая должна наладить работу транспорта. Какие подвижки есть? Когда будет хватать и водителей, и транспорта? Действительно, транспортная тема у нас звучит очень активно. С июля месяца, когда прошли изменения в транспортной инфраструктуре городской. Сейчас Евраев Михаил Яковлевич поставил задачу максимально быстро выйти на те решения, которые позволят сократить количество жалоб, сделать более комфортным перемещение по городу из точки А в точку Б, можно так сказать. И в течение недели мы совместно с Департаментом транспорта области решали эти задачи, чего нам удалось достичь на данный момент. Мы меняем расписание. Для нас важно, чтобы максимально быстро вывести пассажиров с того места, где они собираются. Либо это конец рабочего дня, либо наоборот, чтобы не опаздывали на работу. Будет добавлено дополнительное количество техники. Первые пять маршрутов уже такие изменения начали применять. Группа контроля по городу сотрудников наших, Яргортранса и сотрудники областных структур проверяют, мониторят, считают людей, смотрят реальную картину. За две недели мы проведем изменения по 23 маршрутам. И, конечно же, эти изменения будут наглядно видны и заметны для пассажира. Задача поставлена за две недели как раз-таки вот эти все нюансы, все недочеты убрать и получить обратную связь от жителей, от ярославцев. Этой работой мы будем заниматься на протяжении вот этих двух недель в режиме 24 на 7. Конечно же, и до этого работа подобная проводилась. Мы провели более 40 изменений по маршрутам в городе, но система выстраивается. Этот год у нас является переходным, так как в 2022 году уже будут проведены конкурсные процедуры и контракты заключены на 5 лет. Для того, чтобы это было комфортно, удобно и безопасно для пассажиров, мы должны проделать такую серьезную работу. Поэтому прошу набраться терпения у наших пассажиров. Для того, чтобы система работала и работала уже многие годы, и безопасность и качество транспорта повышалось год от года, конечно же, нам нужно было провести эту работу. Поэтому через две недели мы поговорим еще раз на эту тему. Я абсолютно уверен в том, что количество жалоб сократится в разы. Спасибо, Владимир Михайлович. Итоги недели уходящие подводили вместе с мэром Владимиром Волковым. Сегодня на комитетах Облдумы начали рассматривать проект регионального бюджета 2022. Его первоначальный вариант разработали в Белом доме. И сейчас у парламентариев есть время, чтобы внести предложение в главный финансовый документ. Вопросы градостроительства, транспорта и дорожного строительства обсудили на профильном комитете. Александр Захаров узнал, на что предлагают выделить деньги. Рассмотрение проекта бюджета всегда выливается в долгие и жаркие дискуссии. Этот год не стал исключением. Главный финансовый документ еще будет дополнен, но уже сейчас понятно, что он будет социально ориентированным. Структура расходов областного бюджета в следующем отрасли социальной сферы 66%, отрасли производственной сферы 16%, дотации муниципальным образованием 6%, общегосударственные вопросы 4%, обслуживание государственного долга 3%, и прочие расходы 5%. Сумма доходов бюджета на 2022 год составляет почти 87 миллиардов рублей. Столько же планируют потратить. Бюджет бездефицитный. От налоговых начислений и других источников в областную казну поступило 70 миллиардов рублей. От федерации ожидают еще 16. Это на 5 миллиардов больше, чем в прошлом году. Основная статья расходов социальная. С 1 января 2022 года индексируют соцпособие на 5,9%. В таком же размере повысят зарплату бюджетников. Средства заложены и на выполнение госпрограмм. Среди них развитие дорожного хозяйства. Расходы дорожного фонда планируются в размере 8,5 миллиардов рублей. В этом году фонд сокращен из-за низких поступлений по акцизам. Сокращение там небольшое, порядка 1,5 миллиарда рублей. Мы ожидаем поддержку с федерации, чтобы эту сумму каким-то образом выровнять. А вот уже распределение внутри дорожного фонда – это наша задача. Задача правительства и депутатов. Серьезные планы и на строительство социально значимых объектов в области. Мы запустили строительство школы в Ощажниково. Мы запустили строительство школы на улице Пашуковской в городе Ярославль. У нас проектируется большая поликлиника на улице Максима Горького в Рыбинске. У нас проектируется реабилитационный центр. Около перинатального центра в городе Ярославль он будет располагаться для детей. Фактически по всем направлениям идет работа. Большая часть объектов будет построена на поступившие федеральные средства. С каждым годом растет сумма выделяемых областей средств. Если в 2016 году поддержка федерального бюджета была порядка 500 миллионов рублей, то в этом году достигла более 3 миллиардов. Сколько получит наша область на следующий год, будет известно после принятия главного финансового документа страны. Александр Захаров, Игорь Мосин. Новости города. И сегодня же на профильном комитете Ярославской областной думы депутаты обсудили статьи расходов на жилищно-коммунальную сферу, энергетику и природопользование. В число первоочередных задач входит выполнение госпрограмм обеспечения качественными коммунальными услугами населения области и охраны окружающей среды. Так, в рамках выполнения федерального проекта «Чистая вода» планируется выделить более 200 миллионов на реконструкцию систем водоснабжения, порядка 800 миллионов на строительство очистных сооружений и канализации по проекту «Оздоровление Волги». Заложили в бюджет и новые газовые котельные, которые должны появиться в Переславском, Рыбинском, Большесельском, Брейтовском районах. Это порядка 400 миллионов рублей. Выдвинули депутаты свои предложения, в частности, выделить 400 миллионов на восстановление и проведение электрических сетей в СНТ. Ну а еще, по мнению парламентариев, необходимо добавить 100 миллионов в фонду КАП «Ремонт» и заложить деньги на ремонт водоканала в Ростове-Великом, где минувшей зимой случилась масштабная авария. У нас есть проблемный водоканал, Южный водоканал в городе Ростов. И там, на наш взгляд, необходимо дополнительно выделить 30 миллионов рублей для проведения необходимых работ по капитальному ремонту и реконструкции данного водоканала. После комиссии депутаты направят эти и другие предложения на рассмотрение всему депутатскому корпусу, чтобы их учли при формировании бюджета следующего года во втором чтении. Дружить городами и кораблями для налаживания сотрудничества в столицу Золотого кольца прибыл командир сторожевого фрегата Ярослав Мудрый. Стороны заинтересованы во взаимодействии. Подписано соглашение о прямых связях между мэрией и командованием судна. Моя коллега Марина Смарагдова сегодня узнала подробности визита. Прежде всего, гостям показали гордость детского морского центра имени Федора Ушакова, пост номер один. В холодное время дети службу не несут, но сегодня сделали исключение. У ярославцев фирменный ритуал. Совершенствовать его начали с 1974 года, рождение пионерско-комсомольского поста. Воспитанник центра написал и собственный гимн. На недавних соревнованиях в Твери ярославцы заняли первое место в стране по ритуалам. Летом текущего года делегация Ярославля побывала на корабле в Балтийске. Это был как раз день военно-морского флота. И мы смогли принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню ВМФ. Ну и пообщаться с командованием, с экипажем корабля, обсудить предметно варианты сотрудничества. Гости рассказали о своей службе и узнали планы кадетов. У морского центра договоры со многими морскими училищами. Теперь будет с боевым кораблем. Инициатива исходила от ветеранов военно-морского флота. Ярослав Мудрий участвовал во многих походах, в том числе в районах боевых действий. Для них связь с моряками, безусловно, это очень важно. Это те люди, которые расскажут им не в теории, а как происходит все на самом деле. Сторожевой корабль Ярослав Мудрий первый в династии, поскольку имена кораблей живут дольше, чем сами суда. Изначально мы при закладке должны были называться «Неприступный», стажевой корабль «Неприступный». Но в 2000-х годах по предложению дома Романовых, по соглашению, корабль был временован, стажевой корабль Ярослав Мудрий. Соглашение позволит ярославцам проходить срочную службу на прославленном корабле. Более тесно общаться в культурных событиях. А в целом важно для патриотического воспитания. Марина Смарагдова, Денис Кауров, Новости города. Автор проекта «Ярославцы все красавцы» Юлия Дземина побывала сегодня у меня в гостях на программе «Утренний прайм» на радио Хит-ФМ, входящем в медиахолдинг городского телеканала. Мы общались о том, как сборник истории наших земляков создавался. Напомню вам, я и мои коллеги тоже участвовали. Сейчас работа на финишной прямой, рукопись проверена редакторами и отдана дизайнеру, чтобы книгу было приятно не только читать, но и просто смотреть. По задумке Юлии, цветовая гамма черно-белая, а вот обложки держатся в секрете. «Альманах» увидит цвет в январе, как положено на презентации, если позволит пандемия, конечно. А пока ждем печатное издание. Познакомиться с героями проекта можно и в видеоинтервью в формате 76 вопросов на YouTube-канале. Хочется постоянно что-то добавлять, что-то исправлять. То есть этот вот перфекционист внутренний, он мешает иногда. Но когда ты понимаешь, что либо перфекционизм и никогда, либо как получилось. Ну уж не как получилось, а максимум усилий, которые я могла приложить для того, чтобы это было классно и интересно, я сделала. И сейчас выдохнула уже. Ну выдохну, вернее, когда отдам в печать. Ну и то не выдохну, наверное. Выдохну, когда получу и получу хорошего качества книгу. С приходом холодов увеличивается количество пожаров в жилом секторе. Профилактика – действенное оружие в борьбе с подобным ЧП, а потому рейды сотрудников Госпожнадзора учащаются. На этот раз выехали в Ярославский район. Елена Златоустовская присоединилась. Основное в рамках операции отопления – это профилактика. Сотрудники Госпожнадзора активно работают с жителями частного сектора и с многодетными семьями. Олеся с мужем воспитывают троих детей и живут в многоэтажном доме. Безопасность, признается женщина, очень волнует. Поэтому в квартире и появился пожарный извещатель. Получили прибор в администрации, как многодетные, и сразу же установили. Реагирует он на дым, после чего подает вам звуковой сигнал. Ну и вы оперативно можете отреагировать на возникшую проблему. Олеся старается объяснять дочкам, что огонь – это реальная опасность. Старшая-то переживает, мало ли чего. Вот, например, в школе тогда летом мальчишки лезьте, подожгли, там мама прибежала, там пожар, пожарные приезжали. Я говорю, вот нельзя с огнем играть. В другой семье уже четверо детей живут в своем доме, а пожарные безопасности, конечно же, не забывают. Очень хорошо, что у вас есть огнетушитель. Видно, что он новый, что он в исправном состоянии. Как пользоваться я вам показал. Выдернули чеку, взяли доладку, направили, нажали, использовали. Тут же небольшой рассказ о безопасном использовании электроботовых и отопительных приборов. Эти знания, уверены специалисты, никогда не будут лишними. Профилактика, она играет огромную роль. Опять так же, возможно, я сейчас пройдусь и просмотрю электрические приборы, которые есть у меня дома. Все ли в порядке, все ли в надлежащем состоянии. Показали, как пользоваться огнетушителем. Конечно, вроде бы и знала, но напоминание, оно никогда не помешает. Такая работа идет сегодня по всей области, ведь главное – безопасность людей. Возможно, такая профилактика поможет сохранить здоровье и даже чью-то жизнь. Елена Золотоустовская, Денис Кауров, Новости города. Облава на водителей без масок. Рыбинские автоинспекторы выявляют шоферов коммерческого пассажирского транспорта, не соблюдающих эпидемиологические требования. На посту ГИБДД в Фереславле идет строгий контроль за разрешениями на использование газового оборудования. В Угличе неравнодушные активисты и юные инспекторы дорожного движения помогают местным автолюбителям обратить внимание на незрячих пешеходов. В городе прошла социальная акция «Белая трость». Все это смотрите в программе «Дорожный патруль 76» в субботу в 13.55. А в воскресенье выйдет еще одна программа «Кадеты знакомятся с работой полиции». Светоотражатели – наши спасатели. Социальная акция «ГИБДД» в центре Ярославля. Также вы увидите, кто пришел в гости к детям на уроки безопасности в селе Великом Гаврилов-Ямского района. И узнаете, когда начинается воспитание правильных водителей и пешеходов. Итак, смотрите программу «Дорожный патруль 76» в воскресенье в 15.10 на городском телеканале. К спорту теперь. В Ярославле впервые прошел чемпионат и первенство Центрального федерального округа по акробатическому рок-н-роллу. Турнир собрал более 500 участников. Из восьми регионов три ярославские пары взяли серебряные медали в дисциплине буги-буги. Теперь им предстоит выступить на всероссийских соревнованиях. Они пройдут в Москве в начале декабря. Время Ярославской истории и ее автора Сергея Муравьева сейчас. В начале 20 века торговая марка кондитерских изделий «Бельфор» пользовалась огромной популярностью не только на территории России, но и в европейских странах. Основателем и бессменным владельцем этого по тем временам производственного гиганта был Василий Платонович Кузнецов. В августе 1901 года умирает дядя будущего конфетного магната Василий Яковлевич. И так как детей у него не было, все свое немалое состояние купец оставляет племянникам. Один из них тоже, Василий, получает каменный дом на Большой Рождественской, ныне улице Нахимсона. Василий Платонович, будучи человеком бесспорно татлантливым и умеющим считать деньги, решил расширить свои владения и построить собственное кондитерское производство. Уже на следующий год в Ярославле состоялось открытие магазина торгового дома «Наследники Кузнецова», где торговали чаем, сахаром и оливковым маслом. Вскоре молодой хозяин приобретает имение разорившихся купцов Огняновых на Рождественской, рядом с собственной усадьбой, что существенно увеличило земельное владение Кузнецовых в самом центре города. В мае 1902 года было начато строительство новой кондитерской фабрики. А уже в 1903 году кондитерская продукция из Ярославля получает большую золотую медаль за трудолюбие и искусство на выставке Северного края, в которой участвовали кроме Ярославской, Архангельская, Костромская, Владимирская, Тверская и Новгородская губернии. Василий Платонович не ограничивается внутренним рынком империи и продолжает продвигать свою продукцию в страны Европы. О погоде. Выходные в центре и на северо-западе страны. Столбики термометров еще будут подниматься выше нуля. На юге вообще плюс 15. Хотя ярославцам и жителям российской столицы сегодня из-за снега могло показаться, что наступила настоящая зима. То ли еще будет. В начале следующей недели температура резко пойдет вниз. По ночам обещают до минус 7. Что в Ярославле завтра? Ольга Муравьева ответит. В эфире прогноз погоды. И с вами я, Ольга Муравьева. Здравствуйте. В субботу в Ярославле температура воздуха поднимется до плюс 2 градусов. Подробности далее. Оставайтесь на городском телеканале. Металлочерепица вам нужна? В металлопров скорее пора. Провнастил, штакетник, металлопрокат, водостоки по выгодной цене. Доставка резко в размер 338-339. В субботу ночью в Ярославле облачно, временами осадки. Температура минус 1 градус. Ветер северный 2 метра в секунду. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. А в русском лесе доска пола дешевле. На 5000 рублей. Сроки условия акции уточняйте у продавцов. В субботу днем в Ярославле облачно, небольшие осадки. Температура плюс 2 градуса. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. На этом я прощаюсь с вами. В студии работала Ольга Муравьева. До свидания. Впереди на городском телеканале фильм Вуди Алина «Голливудский финал». Приятного просмотра. А у меня все на сегодня. Наши новости также доступны на сайте gtk.tv и в пабликах во Вконтакте, в Фейсбуке и Инстаграме. В студии работал Илья Бараванов. Спасибо за внимание. Хорошего вечера. И не болейте, пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok